Приветствую вас! Добрый вечер! Хотел сегодня сделать вам новости по поводу экономических событий. Меня так часто сегодня спрашивали различные сервисы массовой информации. Но все спрашивали, просили сказать пару хороших моментов, что произошло за три года после Майдана. Именно хороших, плохих они сами. Знаете, я решил действительно обобщить, так сказать, сказанное. Но действительно сказать, что произошло хорошее за эти три года, плохие не говори. Итак, первое. Ну, однозначно, можно отметить как положительный факт, что да, действительно, за счет иллюстрации произошла такая перетасовка госчиномников. И действительно были случаи, когда люди довольно быстро делали карьерный взлет. Было такое? Было. Потому что, вы сами понимаете, когда вот поубирали там Донецких, разных там Януковских и так дальше, прошла ротация и действительно были моменты, когда человек раз, и тут вдруг ни с того ни с сего директор департамента стал. Да, взятка не берут так, как и брали предыдущие. Это вопрос не взятка. Просто действительно карьерный рост это дало. По этой причине это однозначно положительный фактор для определенной группы лиц, которые удалось очень успешно сделать карьерный рост благодаря действительно вот событиям на Мальдане. Не было бы иллюстрации, не произошло. Потому что, вы сами понимаете, что чиновники консервативны. Это раз. Во-вторых, действительно, ну, я думаю, можно найти много примеров, когда люди после этих всех событий, ну, не просто сделали карьерный рост, а головокружительный карьерный рост. Ну, вот, смотрите ситуацию. Человек, ну, во время Майдана был обычным юристом, даже некий юристом, работал. Ну, самый такой юрист. Да, он работал в структуре, если назовем таки, Донецк. Потом, после Майдана, он быстро нашел друзей, которые близкие возле Кличко были. И сейчас работает секретарем гостендарем. О, сам понимаете, весь в шоколаде, весь, что называется, в деньгах. Так, Бога держит за Богом, да это факт. Так что это сработало. Ну, а если мне мало Майдана, ее бы никто секретарем не сделал. Это я сразу говорю. Кормушечная должность не пустили. А благодаря этому сделал. Так что, действительно, это положительный фактор. Перетасовка гостчиновников действительно дала возможность, у нас, как бы, значительной группе лиц быстро-быстро занять места, быстро-быстро дорваться до откатов, заносов. Так что это факт. Второе направление. Ну, я думаю, здесь немножко по-разному. Ну, тоже есть случай, когда человек до Майдана, ну, скажем так, искал какую-то такую, какую-то работу. Потом, в результате Майдана, ну, где-то там действительно принимал активное участие. Пошел на службу, кто в армию, кто в эту самую народную, скажем так, национальную гвардию. И, действительно, сделал довольно быстро. Потому что, смотрите, вот национальная гвардия, довольно много людей, очень быстро выбились, те же, скажем так, офицеры, начальства. Почему? Новая структура, новые должности. Действительно же были моменты, когда, грубо говоря, тут он стоянку охранял. Раз, тут он же майор, боец. Тоже положительный. Потому что, вот именно вот эта вот ситуация для военной, для полиции, различных, кто любит такие, ну, скажем, активную, агрессивную работу, да. Это тоже положительный факт. Так что, здесь тоже положительный факт. Тем более, смотрите, по контрактам, ну, сейчас контрактам платят значительно больше, чем три года назад. Так что, однозначно. Ну, про зону, а то это вообще отдельный разговор. Там, действительно, как бы риска много, но платят такие деньги в армии никогда не было. Это тоже положительный факт. Положительный. Третий фактор, который характерен всегда для любой революции. Смотрите. Понятно, что, когда это все происходило, шла ротация активов. По-разному. Кто-то потерял, кто-то же выиграл, да. Ну, тут разная ситуация. Во-первых, действительно, вы сами понимаете, что в связи с этими событиями, ну, скажем так, представители злочинной влады, многие поубегали, активы здесь остались. И вот, кто оперативно, скажем, сориентировался, смог забрать их не активы. По-разному. Кто-то забрал, конечно, побольше. Понятно, там, министры и так дальше. Но кто-то забрал попроще. Гостиницу отжал. Все у нас. Вот такой тоже пример. Провинция. Человек работал нанятым менеджером гостиницы. Гостиница, так сказать, надлежала одному из тех, который, ну, порядок, соответственно, убежал. Он-то убежал, естественно, что вернуться сюда не может. Ну, а менеджер гостиницы стал собственником гостиницы. Да, это провинция. Да, это, ну, собственно, гостиница. Плюс-плюс. И вообще, вот этот передел собственности практически в 90-е годы. И такие варианты, когда быстро люди стали, ну, не скажу, что супер большими, а действительно бизнесменам, это факт. Понятное дело, что больше всего, конечно, тех, кто там министры, кто президенты, да. Ну, а если брать средние, довольно. Плюс, опять же, по провинции перестасовки тоже хорошо прошли. Очень хорошо прошли. И действительно, даже были так, что некоторые увеличили свои активы за счет того, что забрали тех, кто убежал или в кого-то жали, кто с той властью был. И, а некоторые действительно с нуля. Это факт. Ну, и четвертое, что, я думаю, очень многие действительно довольны. Я так понимаю, это такая большая часть населения Украины. Это те, которые поехали на заработки за границу, прежде всего, в Евросоюз. По большому счету, эти люди выходили на Майдан с целью, ну, как бы, работать, получать зарплату. Вы сами видите, что сейчас и Польша, и Литва, и Чехия. Да, безвизового режима нет, но фактически Польша сделала безвизовый режим. То есть, она пошла навстречу. И действительно, на сегодняшний момент, ну, грубо говоря, гастарбайтеры в выгруженной ситуации. С одной стороны, головокружительная девальвация гривны, сами понимаете, в три раза обесценивалась. И получилось так, что если раньше, там, может, еще 400 евро, вы бы сказали, мало, сейчас 400 евро, это хорошее день. Действительно, человек, получается, зарабатывает 400 евро в той же Польше, смотрится очень хорошо за этими деньгами в Украине. Так что, вот, положительный фактор. Так что, при желании, сейчас говорю, в принципе, действительно, Майдан удался. И, я бы сказал бы, определенной части населения, он действительно помог и улучшить свое материальное состояние, и решить свои, так сказать, амбициозные карьерные планы, ну, и бизнес-план. Так что, все очень хорошо. Ну, вот такая вот новость, как мне кажется, характерна в преддверии третьей годовщины Майдана, ну, и не только третьей, скажем так, и событиям, которые сейчас произошли в Украине. Всех поздравляю с праздником, с эпохальными событиями. Надеюсь, к пятой годовщине у нас еще больше будет успехов, ну, связанных и с революцией гидности и с Великим Майданом. А всем хорошего вечера, ну, и, как бы, удачно отдохнуть сегодня и в будущий вечер.